Гуманитарную помощь жителям Донбасса собирают на площади Театральной. С 10 утра до 9 вечера здесь находится стационарный пункт приема вещей, организованный мотоклубом «Ночные волки». В течение недели до 23 сентября каждый желающий может принести продукты длительного хранения, крупы и консервы, а также теплую одежду, медикаменты и средства личной гигиены. Некоторые по телевизору, некоторые там бывали, видели, как там тяжело и очень тяжело. Некоторым людям, которых остались без домов, без близких и родных, вообще не на что даже одеться, покушать. В Рязани акция проходит впервые, однако она уже зарекомендовала себя в других городах России, где находится отделение мотоклуба. Рязанцы также активно включились в благородное дело. За первый день удалось собрать несколько пакетов необходимых вещей. Люди, прочитав флайеры, доходят буквально вот прямо до ближайших магазинов, аптек, приносят перевязочные материалы, антисептики, йод, зеленка, покупают геркулес, пшено, макароны, масло. То есть все то, что в принципе необходимо, можно спокойно довести. По итогам акции большая делегация ночных волков выдвинется в Луганскую народную республику. Молодые люди сами отвезут собранные вещи мирным жителям – старикам, детям и женщинам Донбасса. Продукты и лекарства отдадут лично в руки тем, кто в них нуждается. Наши братья из Луганска, там наше отделение находится, они нас будут встречать на границе с Россией. И оттуда, то есть мы проедем до Луганска, в Луганске все разгрузим. Напомним, что боевые действия на территории Донецка и Луганской областей начались в апреле 2014 года. Однако достичь договоренности не удалось до сих пор. Сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Республики ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».